Стоят в Талыме, хотим стоять в Талыме, девчонку трусят. Еще ж у нас такие милые инспектора полиции заигрывают к девочкам. Здравствуйте. А что хотела от вас, не расскажете? Ничего. Проверить документы или познакомиться? Просто неинтересно. Ну зачем так? Не, ну я смотрю, поедин на дороге, девушка красивая. А что хотела? Что остановила? Груз, не может не праздник. А, просто документы проверить? А остальные просто говорят, давайте документы посмотрю, да? Здорово. И часто вы так делаете? Как? Ну, одиноки стоите на патруле, девушек расслабляете, просто проверить документы. Вы спросите, девушки, не просто проверить документы. Он говорит, просто проверить документы, сказала. Ну, помогите спросить. Да вы можете ехать, вы, ну, не переживайте, едьте, конечно, все нормально. Здесь никаких проблем нет, можете ехать. Вам отдали все документы, все нормально? Не, просто интересно, можно ехать, все. Конечно, едьте, какие проблемы? Стойте, 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 стойте. Ты видел этого придурка? Ты видел? Смотри, смотри, снимай, снимай, снимай. Смотри на это чучело. А что это было вообще? Что происходит, я не могу понять. Что это такое? А ну, стойте. Стой, эй! Просто снимай. Смотри, как текает по Мелитополю. Да, он валит дорого. Смотри, какой. Говорит, напарника меня ждут. Смотри, смотри, как валит. Смотри, как валит. Все равно не хватит. Он управление едет. Смотри, что он делает. Смотри, нарушает. Смотри, что творит. Смотри, что творит. Смотри, не останавливается, смотри, смотри. Валит, смотри. Смотри, он тихо, смотри. Стой, стой! Смотри на это, ты видел? Что это такое? Что ты творишь? Стой! Стой! Нормози! Это сильно. Капец, это что такое вообще? Что это происходит? Смотри, без поворота, смотри. Валивает, смотри. Но это начало происходить после того, как я сходил, что у него сзади. Стой, стой, дорогой, погони! Снимай, 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 снимай. Смотри, снимай, снимай, снимай. Смотри, смотри, он выезжает. Ты что, больной вообще? Что ты творишь? Что вы вытворяете? Ты что на дороге делаешь? Зачем скрываешься? Что ты творишь? Чудо! Сейчас мы разберемся. Ваше чудо. Что случилось? Ваше чудо. В смысле? Вот это ваш подчиненный? Мой. Ваш подчиненный? Да. Отлично. Мы вызвали подкаст полиции еще один. Сейчас будем его оформлять. Ну, расскажите теперь вы нам свою версию. От кого вы скрывались? Чего вы боялись? Ни от кого я не скрывался. Что повлекло за собой такие действия ваши? Почему вы решили скрыться с пробуксовкой, чуть не сбив человека, который стоял возле автомобиля? Почему? Что произошло? Ничего не произошло. Вы человека чуть не сбили. Вы ему ударили ногу. Он стоял, он стоял сзади автомобиля. Он стоял сбоку автомобиля. На 5 метров. Камера есть. Да, хорошо. Посмотрим. Я вам спрашиваю, почему вы решили скрыться с пробуксовкой с места вашей дислокации, при этом чуть не задавив человека? Что на это? В смысле с пробуксовкой? Потому что там щебенка. Там асфальт, во-первых. Во-вторых, я говорю, вы человека ударили автомобилем, корпусом автомобиля. Почему вы скрылись? Я его не ударил. Да, я говорю, что мы за вами ехали, пытались привлечь. Я скажу, что вы меня ударили. Ну, это что теперь? У нас есть видеофиксация, ребята. Посмотрим видеофиксацию. Мы не будем... Конечно, мы посмотрим. Мы ее еще и покажем. Я задаю прямой вам вопрос. Почему вы не реагировали, когда мы пытались привлечь ваше внимание и остановить вас в связи с тем, что вы ударили человека корпусом автомобиля? Вы не находились даже со мной рядом. Я говорю, мы рядом ехали. Вы находились с автомобилем, вас 21-15 общались. Я стоял рядом, вы когда начали с пробуксовкой выруливать, вы вот мне поранили ногу. Что? Что? Давайте еще пальцами наковыряемся. Это еще недельная рана. Да, а что вы скрывались по частному сектору более 100 километров? Куда вы ехали? Куда вы спешили? Какие 100 километров? Куда вы спешили? Я не скрывался. Удостоверение дайте ваше. Я хочу с вами познакомиться, чтобы не забыть. Михаил Варильевич, скажите мне, куда вы скрывались? В связи с чем? В связи с чем? Я обязан вам это говорить? Конечно, обязан. Вы наехали на человека, когда отъезжали. Я не наехал. Я вам говорю, что я свидетель того, что вы это сделали. Я не скрывался. Куда вы ехали, нарушая правила дорожного движения? Что я нарушил? Объясните, скажите. Хорошо. Вы нас видели, что мы за вами ехали? Нет. Вы не видели, что мы за вами ехали? Потом, когда вы начали аварийные ситуации создавать, тогда ему.. От чего вы не останавливаете? Скажите. От чего вы меня останавливаете? От чего вы протmate такой? Я бы сам остановился. Я вам объясню. Вас никто не провоцирует. Как это не провоцирует? Хотели привлечь ваше внимание, что вы ударили, что alguienicional вы ударил, когда отъезжали? человека меня ударил? Что вас удивляет? Да вы что? Что вы да вы что? Да это меня удивляет. Я задаю вам вопрос. Вы почему не отреагировали на граждан, которые вам сигнализировали и просили остановиться, в том числе подавали звуковые сигналы? Вы не слышали? Звуковые сигналы вы слышали, да или нет? Вы слышали звуковые сигналы автомобиля, который ехал за вами, да или нет? Прямой вопрос. Хватит провоцировать. Вопрос задает, а не провокация. Вы когда ехали, вы слышали, что вам сигналят или нет? Я увидел, когда вы впереди автомобиля уже подрезали. Сигналы вы дослышали или нет? Сигналы, вы слышали автомобили или нет? Александр Вопрос прямой Вы слышали, что мы ехали сзади и вам сигналили? Да или нет? Александр Да, слышали или нет, не слышали? Прямой вопрос Заканчиваем дискуссию Это не дискуссия, я вам говорю Знаете, что произошло у вас здесь в Мелитополе, в вашем ведомстве? Сейчас будем выяснять, что случилось Я вам выясняю, значит, вот, первое, раз, и вот второе, два Остановились мы при въезде в Мелитополь Я объясню, мы въезжали в Мелитополь Стоял вот этот милый, добродушный инспектор полиции Остановил девушку, я вышел, вежливо поинтересовался По какой причине остановили девушку Девушка пояснила, что остановили просто так Ну, суть не в этом Остановили и остановили Ничего как бы страшного не произошло В процессе общения вдруг Ваш инспектор, когда мой напарник подошел Он начал фотографировать документацию с окна Он просто фотографировал Он прыгал в автомобиль Я попросил человека не фотографировать Если можно, я расскажу свою версию А вы рапортом своему руководителю Я правильно говорю? Прыгал в автомобиль с пробуксовкой На бешеной скорости Без соблюдения всяких норм ПДД И вообще об этом не говорим Просто сбил человека Ударил корпусом автомобиля Его той стороной И начал скрываться Мы прыгнули в автомобиль Поехали за инспектором Все это дело фиксировали на видео Пытались привлечь внимание Сигналили ему Инспектор просто не реагировал Ни на 100 По частному сектору Вот так между домов С пылью, с пробуксовкой С камнями летел Догнали его по сигнале Он уже нас увидел Все равно скрывается Вот человека Есть у него и есть у меня повреждения Можно снять вот это повреждение Вы получите документально все это Хорошо? Нет, так вот это повреждение Объясните вы тогда Как руководитель Во-первых, что он делал на въезде Без напарника сам А во-вторых, куда он так стремительно ехал? Сейчас температурный режим Более 27 градусов Поэтому останавливаем Жигули Поостанавливаем грузовой транспорт Но он останавливал не грузовой транспорт Он девушку кошмарил Кошмарил это как? Ну вот так, просто так Я к ней подошел Он говорит, зашел останавливать Он говорит, проверить документы Кошмарил это вот просто Да, это была безпричина Причина остановки Он остановил его для проверки документов Хорошо Этого недостаточно? Нет, мы выясним В цели остановки может быть Хорошо, мы переходим ко второй части истории Человек вдруг Непонятно почему Прыгнул в автомобиль свой И начал скрываться При этом задев Человека, который стоял возле автомобиля Не обратив на это внимания А почему человек подошел к машине И препятствовал его движению? Он не препятствовал Во-первых, он стоял вот здесь сбоку Вот с этой стороны И никаким образом не препятствовал Ваш сотрудник Вывернул с прокрутами Газ в пол Без всяких поворотов Без соблюдения Конечно, если вы это все прекрасно увидите Хорошо Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас Отобрали пояснение вашего сотрудника От нас приняли заявление Он напишет рапорт Да По данному факту Вы выбивали его дорогу, да? Конечно, да Она едет уже? Ну, едет, обещала приехать Поэтому Хорошо, сейчас ты разобрел Вы от меня тоже, пожалуйста Получите заявление Я хочу получить вменяемый ответ Что с вашим сотрудником произошло Что мы были вынуждены Вынуждены здесь его догнать И остановить его насильно Потому что он Просто нехтово Всеми правилами дорожной безопасности И рисковал тем, что он просто Мог позбивать нафиг людей Просто нафиг мог позбивать Нес себя по городу Как сумасшедший Без маячков Без поворотов Без ничего вообще Что это такое? Объясните мне Сейчас будем проверку Обязательно Может, вы пояснение получите? Может, он вам расскажет? Вам не интересна его версия? Конечно Куда он ехал? Можно узнать? Он напишет рапорт Куда он спешит? Вы можете мне сказать? Давайте на данный момент Сейчас мы от вас Давайте не ответ Давайте вот сейчас Мы просто, пока мы здесь Узнаем, куда же Все-таки он так спешит Просит напарника Сейчас мы... Конечно Вы можете спросить? Заявление от вас У вас не задержит Нет, я подожду сколько надо Ради такого случая Я останусь у вас в Мелитополе И саду на несколько дней Вы мне скажите другое Мы же сейчас с вами общаемся Да, идемте спросим Заявление Ты куда ехал вообще? ДТП? А, у вас ДТП было А где ДТП сейчас? Если можно узнать Сейчас выясню У нас ДТП миллион Миллион ДТП И он на одной из них ехал Бросив напарника Прямо на дороге, да? Отодвинув человека Корпусом автомобиля Он ехал на ДТП Сейчас, Александр Олегович Проведем проверку Инспектор напишет Предварительно Вы можете мне ответить? Это вообще нормальное Поведение вашего сотрудника? Я не могу сейчас дать квалификацию На данный момент Мы сейчас Я же вам говорю Отберем от человека Объяснение Рапорт Проведем проверку Вам дадим внятные ответы Представьтесь, пожалуйста Что вас люди знали Меня люди, наверное, так же Мне будут смотреть Просто подписать И вы являетесь Я являюсь начальником сектора По надзору за дорожным движением Города Мелитополь Понятно Хорошо, спасибо большое Если можно, листик и ручку Я отпишу, пожалуйста Да, я вам указал свой электронный адрес И внизу И продублировал Куда вы можете ответить Это ваше Спасибо Письмо Мы вам будем давать На фирменном бланке Вот на фирменном Вот сюда Отправляйте Мне как все мне это делают Вот вся национальная полиция Мне это делает Я могу даже продемонстрировать Пожалуйста Как это происходит Чтобы вас не питали в иллюзии Вот Смотрите, как это происходит От полиции ответ Вот в таком прекрасном виде Это происходит На электронном адрес Продолжение следует... Продолжение следует...